здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут вероника я вас приглашаю к себе в гости хочу вам показать коллекцию моих цветов пойдемте посмотрим моя коллекция в основном состоит из вегетативных петуний сегодня у нас 9 июля завтра у меня день рождения я помню что сегодня 9 вот и этим черенкам два месяца и 10 дней поэтому имейте ввиду они не такие уж взрослые поэтому такие у них размер ну давайте посмотрим вот это у меня рим манжета такая три манжета вот такая технический горшок на 14 литров у всех растений на данной лавочке вот там кто у меня спрятался в общем рим манжета красиво прекрасное растение я очень довольна и красивая они очень крупная кто не знает цветочки не очень крупный вот по сравнению с моей рукой но зато очень стойкий сорт и очень яркий рядышком рим черри тоже я очень довольна этим сортом цветочки здесь покрупнее такая белая каемочка и вот такой тоже яркий сочный вкусный цвет это фамфара eclipse полосочки нету вот здесь есть впереди еще один куст фамфара поэтому я вам покажу полоску тоже достаточно яркий и очень красивый смотрите невысокий вот такой и плети идут у него вниз такой ампель ампель если по сравнению с рим черри у рим и черри вверх и у манжетки тоже вверх потом они спадают вниз а это прям пель опять у меня рим манжета это это у нас грозовое небо очень яркий смотрите какие цветочки и с полосками и лес вот такие тоже кустится хорошо посмотрите не могу кота выгнать уж простите пусть сидит вот такой красивый яркий эффектные цветочки и вот фанфара eclipse с полосочкой я предполагаю что полосочка появляется у нас если меньше солнца потому что на этом краю лавочки солнце меньше чем на том солнце меньше светит вот такой вот такие цветочки тоже достаточно эффектно и идем дальше дальше у меня вот в таких вазон очках серия море красные сердечки и из желтый фон желтая звезда красные сердечки такие тоже очень яркие сердечки четкие куст формируется сам достаточно компактный такой я очень довольна следующем году обязательно оставлю вот посмотрите такие и на этой стороне у меня вот издалека вот так выглядит данный сорт амора есть много сейчас я вам покажу у меня еще кое-какие есть но вот один из них розовые красные сердечки и желтый фон а тут у меня я не могу не поделиться петунии петуниями роза моя какая смотрите какая роза это роза аспирин вот это одна ветка вот она не буду сильно ее поднимать вот она одна веточка шикарная роза но в этом году прям радует меня смотрите какая нужно и опору какую-нибудь придумать я сделаю я просто не ожидал такую красоту смотрите какие какая красивая красивая невысокая вот такие цветочки кому интересно вот такие зефирчики идем дальше петуния значит это у меня называется вот так монлайт бай она похожа на рим черри он на рим манжет извините но не рим манжет у нее как видите уже закругленные такие края цвет такой же как курим манжетки но немножечко мягче она выглядит чем рим манжет тоже достаточно эффектный такой вот кустик напоминаю вам что этим черенкам два месяца и 10 дней в конце августа обязательно сниму и покажу как выглядят как они разрастутся идем дальше уважаемые друзья здесь у нас вот такая красота вот эта красота выращена из семян если до этого я вам показывала сорта вегетативной петунь то эта красота выращена мной из семян вот она такая яркая красивая хорошо ветвится такой ампель ампель вот сбоку тоже сидит у меня в 14 литра и вот такая вот я ее обязательно тоже себе оставлю прям черенками идем дальше и тут меня моя джаконда тоже выращенные семян джаконда и у меня есть видео на канале обязательно оставлю ссылочку посмотрите как она выглядела когда была поменьше когда ее только высадила в этот горшок вот так она разрослась достаточно эффектно такие красные красивые бархатные цветочки в нем много очень много цветов прям набитая набитая вот такие красотки так дальше у меня это петунья кустовая обычная и семян семена такие непрофессиональные обычные семена тоже достаточно яркая красивая петунья но нет некрасивых цветов на мой взгляд поэтому все красиво даже бархатцы посмотрите какие красивые так мы идем дальше а дальше я вам покажу мне такая стоечка тут у меня калибраха в основном и пойдемте посмотрим это остеосперму я его обстригла бутончиков уже не так много но он цвел бедненький цвел старался отдыхать немножечко вот это петунья у меня тоже семян вот эти два тоже достаточно красивый ампелия все на этом все у меня семян больше нет остальные которые я вам сейчас покажу все вегетативные вот посмотрите baby doll очень красивая вот такая вот как вам показать так чтобы видно было вот такая baby doll сидит у меня в четырех литрах вот яркая сочная быстро восстанавливается быстро очень восстанавливается тоже очень красивая вот амор и серия мор это то что я вам показывала ранее была на салатовом таком желтом фоне красные сердечки а тут красные сердечки на белом фоне из такой с таким ну с такими с таким рисунком что ли не знаю даже как назвать кто ресничками называет кто как венами вот такой вот тоже яркий цветок смотрится очень красиво цветочки все одинаковые он у меня сейчас находится на солнце и полоска вот эта звезда которая по центру она широкая а если в тени то она уже и сердечки больше так идем дальше а дальше у меня калибрахуа калибри называется ой мой любимый сорт такой яркий вот прям прям наверное как показывает так и есть на самом деле яркий яркий издалека мелкие такие огненные цветочки очень красивый яркий сорт мой любимый калибри называется это у меня белая калибрашка тут у меня один череночек два литра объем горшка горшка и вот такой такие вот чуть выше у меня калибрахуа сейчас вам скажу как называется алоха дабыль оранж извиняюсь за мой английский как могу так произношу смотрите какие красотулечки прям как розочки розочки тоже достойны такой яркий необычные цветочки радуют нас и на самый верх сейчас вам постараюсь не видно так тоже не видно вот так вот это у меня махровая калибрахуа дабл руби называется наверное сейчас вам скажу так да дабл руби он у меня долго сидел сидел я его стригла и вот только несколько цветочков вот такой вот надеюсь вам все видно идем дальше дальше а дальше у меня тут пеларгони ну по ним я как-нибудь сниму отдельное видео сейчас показываю вам петуни в основном этот сорт тоже достаточно такой яркий красивые цветочки с такими звездочками потемнее называется джонни флайн вот такой ну честно говоря мне не очень нравится а не нравится мне именно кустик какой-то такой кустик рыхленький получается вверх вверх все растет ему видимо очень много времени надо чтобы он формировался он у меня под вопросом оставлю я его или нет дальше идем а дальше у меня фамфара елу очень тоже яркая сейчас солнышка нет но утром она прям ярче солнца очень красивая смотрите как она формирует куст прям такой шар шар вот так выглядит она я ее не стригла не трогала и вот она растет череночка сама формируется формируется так не могу не умирать такая вот на самом деле телефон ну камера показывает другой цвет он такой ярче сочнее чем показывает камера так рядышком с ним фамфара white или white white скорее всего еще раз говорю извините за мой французский вот такая вот тоже формируется сама шикарная невеста просто шикарная такая обожаю белый цвет поэтому очень красивая много-много бутончиков весь куст закрыт цветами рядышком с ним у меня black сатин вот такая черная черная королева тоже очень красивый куст формируется не как у фамфара но тоже хорошо это я его просто недавно немножечко почистила лишние цветочки у нас дождь прошел поэтому немного цветов обратите внимание зато бутонов много бутончиков вот такие огромные цветы просто огромные мне кажется самый крупный сорт который у меня есть цвет бархатные черные такие цветочки ну очень красивый очень красивый эффект цветок дальше у меня мисс мармелоус мармелоус она у меня еще маленькая долго сидела видимо ее чем-то обработали что она никак не могла избавиться от химии но сейчас пошла 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 и растет тоже очень красивая эффектная дамочка такая такой кустик такой рядышком у меня алису вегетативный белый это не Snow Princess по-моему называется нет не этот у меня другой ну как называется не знаю просто алису белый вегетативный пахнет изумительно так рядышком у меня little туния запах от нее просто с ума сойти вот такие маленькие маленькие цветочки просто не мелкие вот такой кустик весь усыпан этими цветами просто вот такой сам формируется очень красивый называется сейчас я вам скажу как называется мини туния парпл блю чем мне нравится этот сорт то что когда отцветают цветочки их не отличить от бутонов они прям вот это бутон а вот это отцветший цветок и вот они как-то вот так нарядненько нарядненько и ничего не видно то есть если вы не успели вовремя его почистить ничего страшного но чистить надо тут наглядно вам показываю два кустика из серии аморы любовь морковь смотрите какие сердца вы знаете у меня супруг звездочку увидел сердце не заметил а я сердечки вижу кто что замечает вот такие вот тут красные сердечки а тут розовые и еще красные сердечки у меня на желтом фоне есть рядышком у меня бакопа бакопа махровая такая бакопочка красивая нежная шикарная бакопа но она только-только начинает потому что кое-кто стриг ее стриг стриг и вот она только-только начинает цвести вот такие у меня цветы наверху сейчас я их сниму и покажу вам поближе вышло солнышко и так ярко они выглядят прям сочные сочные ну давайте начнем по порядку вот этот шикарный цветок просто шикарный посмотрите он набитый 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 сейчас посмотрим как он называется где ж ты а называется он пеппи парпл вот такой шикарный куст я его не трогала и вот так он вырос очень красивый и ароматный такой запах приятный приятный как будто духов каких-то очень красивый обожаю и еще конечно вот такой вот карамельный сорт так и называется сейчас вам скажу где у меня бирочка ты где но я ее потеряла это по-моему петхуа карамель точно вам не скажу потеряла бирочку вернее скажу но у меня в тетрадечке записано если кого интересует пишите в комментариях обязательно отвечу спрашивайте задавайте вопросы я со всеми общаюсь и всем отвечаю такой карамель это космической красоты петунья звездное небо посмотрите какая она немножечко не передает сейчас солнышко светит она чуть-чуть темнее чем показывает у меня камера сейчас попробую с той стороны вот так вот вот она вот такая обожаемые друзья прям вот такой космический цветок куст ну не прям такой густой как хотелось бы но зато цветы яркие и это как бы прощается ему прощается очень красиво у меня мало цветов потому что они у меня сидят почти в тени освещаются они солнцем только где-то до 11 часов а дальше они у меня полностью в тени может быть с этим еще связано но я и так довольна мне он очень нравится я его обожаю естественно оставляем и вот такая красотка такая красотка вербена тоже не очень она светлее выглядит а вот так вот сейчас я закрою вот вот такой вот яркий прияркий цвет название написано у меня я записала а сейчас вам не скажу потому что у меня единственный сорт вербены поэтому я ее вербена и вербена красная очень красивая бархатная с таким темным глазком попробую как-то передать вам нет солнце не показывает очень очень шикарная вербена такая тоже вегетативная все растения вегетативные то есть которые размножаются черенками семенами вы такую красоту не получите получите другую красоту но я имею ввиду конкретно этих цветов вот это вот питунья называется софтпинг я от нее без ума такая красота просто я ее не формировала нарастила быстро куст и вот весь такой вот ровненький аккуратненький такой прям зефирчик зефирчик конечно же оставляем и вот еще уважаемые друзья у меня тут такая балеринка фуксия тоже вегетативная она не крупная сейчас покажу вот такая не очень крупная но зато бутонов на ней посмотрите сколько тут места нет свободного тоже череночек молодой поэтому очень красиво она только-только начинает цвести есть у меня другие сорта но они не цветут поэтому показать пока нечего покажу попозже и вот такая красопета две у меня таких красопета но они разные это не один сорт сейчас скажу как называется это у меня беликония сноу беликония посмотрите какая красавица но она смотрится хорошо снизу вверх сейчас я их поставлю она смотрится или сейчас попробую снять вот так вот вот такая красота сейчас так вот такая красота она смотрится снизу вверх и вот вот рядышком шикарная бегония тоже они вегетативные такие вот вот это я вам сказала сноу беликония сноу а это у меня а это у меня шардоне вот такая вот тоже вкусная вкусная почему-то мне кажется они вкусные такие бекон господи бегонии вот так они смотрятся именно снизу когда они вывешены и вот посмотрите беликония и вот шардоне они конечно же отличаются цветением своим такие две красотки вот с такой красотой я с вами поделилась уважаемые друзья сегодня если вам понравилось данное видео ставьте пальчик вверх а я с вами прощаюсь всем до скорой встречи пока пока пока